В эфире программа «Городские встречи» в студии Дины Исляевой. Сегодня у нас в гостях Ирина Истомина, директор муниципального предприятия детское питание. Здравствуйте. Здравствуйте, Дина. Ирина Владимировна, скажите о себе, как получилось, что вы возглавили это предприятие? Мне 45 лет. Я житель города Рязани. Родилась и выросла здесь. Закончила школу девятую, потом педагогический колледж, работала воспитателем детском саду. Потом закончила институт Московской государственной экономической статистики, экономикой управления по экономике. Всю жизнь работаю после детского сада, перешла в торговлю в 90-е годы, требую лета. Занималась продуктами питания. Работала в розничных сетях, в оптовых сетях по продуктам питания, по обеспечению населения. Очень много знаю про становление бизнеса в 90-е годы, многих производителей Рязани и других регионов, дистрибьюторов. Поэтому опыт работы с продуктами питания у меня очень-очень большой. Когда вам предложили возглавить это предприятие, были какие-то сомнения? Ну, сомнения, конечно, были, потому что все вот эти, вся ситуация происходящая, она, конечно, вызывает и страх, и недоумение, с одной стороны. Ну, а с другой стороны, я была рада, что поступило это предложение, потому что мне показалось, здесь, на этом предприятии, я могу применить свой опыт, свои знания. Я вообще очень люблю детей, и это предприятие напрямую связано с улучшением качества жизни нашего подрастающего поколения. Вы понимали, что к предприятию будет пристальное внимание, и были готовы к этому? Была, конечно. Любая руководящая должность, она сама по себе возлагает на тебя ответственность в любом случае. Ну, и возможность дополнительных проверок, внимания, она совершенно естественна на должности руководителя. Что пришлось менять, когда вы только пришли? Вот что вас, может быть, не устроило, не устроило прямо вот в коренном виде? Я вообще не сторонник революции. Я считаю, должно все происходить естественным путем, развиваться по нарастающей лучшую сторону. Есть ряд моментов, которые после анализов мы решили с коллективом. Я вообще сторонник на данном моменте на предприятии либерально-демократического управления, потому что предприятие большое, имеет свою историю. Выслушать своих сотрудников, принимать решения пришлось на изменения нескольких направлений на предприятии. Мы развиваем мясное направление, мясной цех, делаем полуфабрикаты. Это увеличивает контроль за качеством продукции, которая готовится, доставляется для детей в школы, во-первых. То есть вы не закупаете, а делаете сами, да? Полуфабрикаты делаем, полуфабрикаты мясные делаем сами. У нас используются только мясо, хлеб, лук и соль. Больше ничего. Поэтому, милые родители, дорогие родители, будьте за это спокойны. Дети ваши получают хороший продукт, хорошие полуфабрикаты мясные. Что мы еще меняем? У нас вводится система дополнительного контроля качества приготовленных блюд на школах. То есть у нас сейчас используется такая практика, руководитель подразделения выезжает по определенному графику, либо по просьбам, либо по звонкам, либо с жалом, либо с предложением от родителей, от ответственности по питанию администрации школ на школы, чтобы выяснить ситуацию. Там, допустим, что-то, либо вопросы какие-то по качеству продукции, либо вопросы, которые возникают, допустим, по вообще взаимодействию по каким-то вопросам. Дополнительный контроль ввелся на предприятии за этим видом деятельности. Мы расширяем количество поставщиков, даем возможность новым поставщикам, производителям работать с нашим предприятием. Приоритет все-таки рязанским производителям или нет? Конечно, рязанским производителям. Есть, конечно, и нагородние поставщики, которые могут и предложить качество, допустим, получше, и цену подешевле. Приоритет, в первую очередь, рязанским производителям. Мы проводим конкурсный отбор, в первую очередь, по качеству, первично для нас, конечно, а второе – это уже ценообразование. Какие требования предъявляете к сотрудникам? Работаем с детьми. Поэтому первое очередное, что мы должны видеть в своих сотрудниках, это порядочность, чистоплотность, любовь к детям. Потому что основная масса людей работает в школах непосредственно. У них каждодневное общение с детьми. И дети, чтобы получить хорошее, качественное питание, должны быть позитивно настроены на это. Для этого должна их встретить добрая тетя-повар, которую они с удовольствием пришли покушать. Зарплаты небольшие, труд очень тяжелый и очень небольшая земная благодарность, что они с удовольствием, с огромной ответственностью кормят наших детишек. И спасибо большое, дай Бог вам здоровья. Коллектив дружный у вас? Коллектив сплоченный. Коллектив, потому что предприятие существует уже 18 лет. Основная масса сотрудников работает давно. И коллектив очень сплоченный. Мне кажется, никто даже не уволился после всех сложностей, которые происходили на предприятии. Сейчас смотрим немножко по-другому на ведение всех вопросов, всех изменений на предприятии. Все люди готовы учиться. Все люди готовы развиваться. Все люди готовы к изменениям. Вот вы сказали, люди готовы учиться. А люди проходят какую-то стажировку или чему вы их учите? Пока у нас на предприятии это все внутреннее обучение. Мы, конечно, хотим, мы планируем, чтобы люди наши развивались чему-то, учились новому. У нас на базе, рядом с нами на нашей территории открылся центр занятости. То есть мы ведем с ними работу по привлечению персонала, как бы у нас есть там совместная перспектива, так скажем, с центром занятости на обеспечение нашего предприятия новыми сотрудниками. И хотелось бы, чтобы в рамках какого-то городского проекта наших людей тоже можно было учать. Мы бы были только очень этому рады. А так пока на базе нашего предприятия. У нас проводятся ежедневные планерки, может, там тренинги. Мы учимся чему-то новому. А вышли вы в онлайн совсем недавно, создали группу в соцсетях. Родители часто пишут вам? Писать стали чаще. Группа была, но мы ее как бы начали немножко двигать. Обозначили это в серии дегустаций, которые проводили на школах. И отзывов стало намного больше. За что большое спасибо нашим родителям. Потому что получать обратную связь – это очень важно. Потому что мы не сможем дать такую оценку работой на предприятии, как это смогут дать родители, которые получают информацию от наших конечных потребителей, от наших детишек. И для нас это очень важно с ними общение. Они пишут, они моют телефон в открытом доступе, они звонят, они что-то советуют, они какие-то задают вопросы, они высказывают свои требования. То есть диалог ведется активно. И нам это на руку. Какие-то пожелания по меню есть у них? Есть по меню желания, конечно. Особенно это выявило те же самые дегустации, которые мы проводили совсем недавно, месяц назад. Во-первых, сами дегустации прошли в очень радушном формате. Были очень положительные отзывы от родителей. Потому что не каждый родитель может прийти и попробовать, на самом деле, что ест их малыш. Было очень много положительных отзывов. И родители очень хотели, чтобы было больше свежих овощей, фруктов у нас, конечно, в меню. Но мы будем над этим работать вопросом. Как отбирались для этих дегустаций блюда? Это тоже, что едят дети каждый день, да? Конечно. У нас наше питание строится на подписанном, согласованном, сбалансированном меню, который нам рекомендует сборник меню для общеобразовательных школ для детского питания. Мы работаем на нем, чтобы комплекс всех составляющих для сбаланса нашего организма был соответствующим. Он соответствовал нашим потребностям. И на этом комплексе, на этом меню мы составляем технологические карты, на которых и работают школы. И самый удобный набор продуктов на школах всегда присутствует, по которым работают наши предприятия. И наши шеф-повара, которых мы выбрали о проведении дегустации, из нашего набора блюд выбрали то, что больше всего любят дети, скажем так. То есть дети очень любят борщ, дети очень любят котлеты, допустим. Не можно на всех школах борщ и котлеты давать, мы предложим в других школах предложить запеканки, тоже дети многие любят, макароны с сыром. То есть все, что есть в нашем меню, мы все это и предложили по выбору шеф-поваров. Меню составляется на каждую неделю, на каждый день, и вообще как это происходит? Меню составляется на учебный год. Оно составляется, просчитывается. Это вопрос, во-первых, очень длительный, чтобы его разработать, чтобы это все сбалансировать и посчитать по нашей стоимости, по нашей возможности. Потом мы его согласуем с Роспотребнадзором и работаем на нем, на цикличное, примерно на целый год. И мы на базе этого меню работаем. Как контролируется качество блюд перед подачей детям? У нас существует контроль брокеражных комиссий на школах. Что это такое? В брокеражной комиссии уходит сотрудник, представитель детского питания, это либо буфетчик, либо шеф-повар, и представитель администрации школы. Это ответственные по питанию. То есть они обязаны каждый день пробовать, контролировать качество блюд. Это у нас на школах доготовочно. На буфетных школах, которых нет возможности готовить, на территории школ, которые готовят детское питание, привозят в термосах, у нас дегустация проводят ответственными по питанию на производстве и дегустируют непосредственно я. Если что-то, если какие-то есть пожелания, либо сомнения, либо наоборот хочется что-то выделить, акцентировать на это, что хорошо, у нас обратная связь очень быстро происходит за производствами. Какие требования предъявляются сейчас к доставке продуктов, завтраков, обедов в школу? Главная наша задача – это быстро доставить. Быстро доставить. Для этого у нас существует, собственно, автопарк со специализированным транспортом. Это термические фургоны, которые обеспечены дополнительными еще стеллажами под кондитерские изделия. Разделен город на сектора, чтобы это было быстро, моментально быстро. А как вообще происходит сам процесс? То есть, насколько рано приходится поварам приходить на работу, чтобы накормить рязанских школьников? Повара у нас работают круглосуточно. У нас две смены – дневная и ночная. То есть, на завтраке повара готовят ночью. То есть, утром каша сварилась, в 6 часов приходит уже вторая смена, приезжают автомобили. В 7 часов. И начинается загрузка. И везется уже свеженькое. Все только что приготовленное. Все везется по школам. На обед везет уже другой транспорт. А к следующему году уже готовите какие-то сюрпризы или меню будет примерно таким же? База, конечно, будет такой же, потому что она хорошая база. Она оптимальная, на самом деле, забалансированная. Но мы готовим сюрпризы, конечно. Хочется порадовать наших детишек чем-нибудь новеньким. Поэтому нас воодушевило вот такое вот позитивное отношение родителей на дегустациях. Мы хотим проводить еще раз дегустации. Мы ввели там кашу после дегустации «Дружба». Это пшенная с рисовой, там каша отличника, каша «Дружба», которая нравится детям. Сейчас планируем тоже на дегустации разработать какие-то новые блюда, возможно, даже более какие-то современные к детям. Предложить родителям, чтобы они попробовали, сказали свои «за» и «против», допустим. И если что-то понравится, что мы обязательно введем детям. Когда пройдут такие дегустации? Планируем в начале следующего учебного года провести это все. В гостях программы «Городские встречи» была Ирина Истомина, директор муниципального предприятия детское питание. Спасибо, что пришли. Спасибо тебе. Наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Город». До встречи на канале «Город».